А в октябре шесть долгостроев будут достраивать инвесторы. Еще пятью проблемными стройками займется новая компания, которую создали при городском окемате. Сейчас в отношении недобросовестных застройщиков идут судебные разбирательства. Решать вопросы дольщиков начнут сразу после оглашения приговоров. Всего на сегодня 540 октябренцев передали стройкомпаниям свыше 3,5 миллиардов тенге. Лейла Ауэсова продолжит тему. Вот так сейчас выглядит жилой комплекс Афинопарк. Дом практически достроили, вот только шестой этаж здесь возвели незаконно. В проекте его нет. Будут ли его сносить или засчитают как мансарды, пока не ясно. Но большинство пайщиков уже оплатили полную стоимость квартир. Третий корпус обещали сдать еще в 2022-м, но дом до сих пор не готов. Строительство четвертого блока вообще остановилось на уровне фундамента. При этом застройщик собрал с людей порядка полумиллиарда тенге. Куда ушли эти деньги, сейчас выясняют следователи. Главу жилстройкооператива подозревают в мошенничестве. Все никак, строительство не закончится. Обоих наших застройщиков и, как выяснилось, уже инвесторы, сейчас они находятся под следствием. Никак не можем довести дело до суда, так как проходят сейчас как раз-таки следственные мероприятия. Сейчас прошла экономическая экспертиза, где не могли даже найти элементарные документы, то есть сами застройщики не предоставили. Гульбаха Тнажитова – одна из тех, кто третий год не может получить ключи от своего жилья в новом ЖК. В общей сложности она вложила в долевое строительство 12 миллионов тенге. Вместо новоселья мать-одиночка обивает пороги различных инстанций и скитается по чужим углам. Очень много семей, которые пострадали, действительно есть и многодетные мамы, есть старики и бабушки, есть люди, которые даже не дождавшись своих квартир, уже скончались. Я вот лично сейчас живу в общежитии, снимаю с маленьким ребенком квартиру. На сегодня 540 октюбинцев передали недобросовестным застройщикам свыше 3,5 миллиардов тенге. Для решения проблемы долгостроев в городском Акимате разработали дорожную карту и даже создали новую строительную компанию. В настоящее время Ахтубиха Роскомпания не может войти на этот объект и начать определенную работу. Поэтому в любом случае мы будем ждать решения суда, только после этого начнутся действия. Но помимо этого, я как сказал, что идут и анализ строительных объектов, предстоящие которые на грани риска стоят. С ними тоже мы будем работать. Но сейчас это уже с нового года будет контролироваться. Между тем, многие вкладчики жилстройкооперативов не торопятся подавать заявление. Но в Акимате советуют не тянуть с этим, поскольку от хода расследования зависит дальнейшая судьба новостроек. Сейчас идут разбирательства по тем домам, где застройщики умудрились продать одну и ту же квартиру разным людям. Поэтому дольщикам предстоит опять через суд добиваться прав на свою недвижимость. Лайла Уысова, Жомарт Кадайбергенов, телеканал Алматы, Октубе.